Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня о пикселе ВКонтакте. Я уже рассказывал о пикселе в Facebook и там я объяснял зачем в принципе нужен пиксель. Поэтому сегодня без теории, а просто о том, что ВКонтакте тоже есть пиксель, что его можно взять, поставить и получить несказанно эффективную рекламную кампанию в одной из крупнейших российских социальных сетей. Итак, для установки и запуска пикселя вам нужно перейти во вкладку реклама. Вот здесь. Вообще появление этой вкладки весьма загадочное. У меня ее не было, я не понимал где ее взять. Потом зашел вот сюда, в vk.com.ads. Вроде ничего даже тут не делал и после этого вкладка появилась. Хотя может быть я нажал здесь на подробнее. В общем, если нет вкладки реклама, идите в ads. А дальше действуйте по ситуации. Итак, у нас тут абсолютная пустота. Пока. Видите, он говорит, что надо создать рекламное объявление. В общем, для того, чтобы пиксель появился, нужно настроить рекламный кабинет. Создать объявление. Как всегда, будем рекламировать свельту. Хотя ее еще нет, но мы ее будем рекламировать. Тут настройки по объявлению. Я сейчас все заполню. Цель все-таки у нас установить пиксель, а не рассказать о настройке рекламной кампании вконтакте. Вот, я создал объявление. Настроил даже какой-то таргетинг. По географии, по интересам, по возрасту и образованию. Аудитория получилась достаточно узкой. 420 тысяч потенциальных посетителей. Но это не предел. Аудитория может быть еще уже. Вот здесь, видите, можно выбрать аудиторию ретаргетинга. Но для этого нужно установить на сайт пиксель вконтакте. Это можно сделать сразу отсюда, нажав на создать аудиторию ретаргетинга или из левого меню. Сделаем из левого. Так, создали объявление. Рекламная кампания приостановлена, так как у нас нулевой баланс. Можно закинуть денег и реклама пойдет, но мы этого пока делать не будем, а пойдем вот сюда. В закладку ретаргетинг и вот, что нам здесь нужно. Создать пиксель. Надо сказать, тут все выглядит несколько дружелюбнее и проще, чем в фейсбуке. Заполняем. Название. Сайт. Тематика. И получаем код. Его нужно вставить в хидер нашей страницы. По привычке идем во внешний вид. Редакторы. Находим здесь заголовок. Хидер. Тут в хидер уже наставлено всякого. Вот как раз под пиксель в фейсбук мы установим пиксель вконтакте. Обновить и все. Должно заработать. Точнее уже заработало. Кстати, если у вас будет написано не работает, не спешите паниковать. Просто зайдите на свой сайт. Пиксель срабатывает, когда на сайте появляется первый посетитель. Вдруг после установки никто просто не успел зайти на ваш сайт. У нас пиксель работает и можно создавать аудиторию. Название. Ну, предположим, мы торгуем фотоаппаратами и аксессуарами к ним. Придумать что-то в благотворительной сфере я навскидку не могу, поэтому рассмотрим классический пример по продаже холодильников. В немного утонченном варианте продавать будем фотоаппараты. Итак, мы продаем фотоаппараты Canon и Nikon. Классическое противостояние. Начинаем с канонических аппаратов. Получить с помощью пикселя. Можно, кстати, загрузить аудиторию из файла. Например, базы данных CSV или даже TXT. Не буду рассказывать. Тут, кстати, очень удобная справка. Дельная и по всем возникающим вопросам. А, слетела. Заново Canon. Тут мы выбираем пиксель. Это в том случае, если у вас их несколько на разных сайтах. Все посетители или посещавшие определенные страницы. Понятно, что нам нужны выборочные посетители. Хотя для всех тоже можно создать аудиторию и крутить рекламу всем, кто был на вашем сайте. В определенных случаях это бывает эффективно. Собственно, это и есть пиксель. Вы решаете, кому и что показывать. А мы выбираем условия показа. Можно отбирать по URL. Создать регулярное выражение или событие. Что такое регулярное выражение и событие можно почитать в справке. Это уже для продвинутых пользователей. Событие использует JavaScript. Событием является, например, нажатие каких-то кнопок, заполнение анкеты и так далее. Можете почитать. В принципе, можно обойтись и без этого. Мы вернемся к URL. Он может совпадать. То есть, мы должны указать полный URL. Или содержать. То есть, мы должны указать часть URL. Предположим, у нас есть категория товаров для Canon и Nikon. По этому принципу мы их аранжируем. Понятно, что указывать нужно реальную URL. Ну, реальную часть URL. То есть, его нужно копировать из адресной строки вашего сайта. Тут можно выставить, за сколько дней собирать аудиторию. То есть, например, выставив 90 дней, вы исключаете из аудитории всех, кто был на сайте в разделе Canon больше, чем за 90 дней до текущего момента. Создать. Вот у нас появилась первая аудитория. Теперь делаем тоже для Nikonians. И еще создадим аудиторию купивших. То есть, это те, кто побывал на странице с благодарностью за покупку. Будем считать, что она называется Thanks. Все. Аудитории есть. Кстати, для работы они должны содержать не менее 100 человек. Пока они слишком малы. И идем в объявление. Вот наше объявление. Выбираем аудиторию. Например, любители канонических фотоаппаратов, еще не купившие. То есть, исключаем аудиторию купивших. Для них мы создаем одно объявление. А, например, для купивших мы и создадим другое объявление. Таким образом, приложив немного усилий, мы сможем четко таргетировать наше объявление и не тратить лишние деньги на рекламу, показывая ее тем, кому она неинтересна. Все. Любите друг друга. Создайте пиксель ВКонтакте и почувствуйте себя сотрудником BBDO или Сачи&Сачи. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok